Гороскоп Торона неделю для всех знаков Зодиака. Кого ждет фантастическое везение? Гороскоп по картам Торона неделю с 28 июня по 4 июля расскажет всем знаком Зодиака, в какой сфере жизни каждого из нас ждет удача, везение и счастье. Кто будет успешен с финансами? Кому посчастливиться в любви? Кто сможет добиться успехов в бизнесе, карьере, работе? Обо всем этом и не только, читайте ниже в нашем материале. Об этом пишет слова-фраза. Овен. Карта влюбленные говорит, что овнам на этом неделе придется принять важное решение. Если определитесь с целями и прислушаетесь к сердцу, сможете изменить жизнь к лучшему. Аркан, Верховная Жрица призывает представителей знака действовать, но не спешить, слушать знаки Вселенной, свою интуицию и обращать внимание на детали. Начало июля, судя по карте Император, будет активным. Вы сможете совершить прорыв, если станете полагаться на логические выводы, а не на эмоциональные порывы. Телец. Аркан Звезда говорит, что этот период будет очень успешным для Тельцов. Важно заниматься своими делами и при этом не бояться провалов, а также не сворачивать с намеченного пути. Карта Суд указывает на перспективные возможности. Тут главное не сомневаться в себе и действовать активно. Аркан Сила рекомендует людям, рожденным под этим знаком, мыслить позитивно, и тогда сложные дела будут даваться с легкостью. У вас есть все силы и знания, чтобы выиграть. Близнецы. Карта Солнца сулит близнецам приятные жизненные перемены. Аркан говорит, что препятствий для воплощения в жизнь самых смелых планов не будет. Карта Повешенной значит, что для вас пришло время разобраться с ошибками и недочетами, а также не сомневаться в себе. Карта Император предвещает вам позитивное время, но только в том случае, если вы перестанете потакать минутным прихотям и желаниям. Аркан говорит, что вы будете решительными, напористыми, и сможете решить самые важные дела и задачи. Рак. Аркан, дьявол говорит ракам, что вам пора, бы отказаться от вредных привычек и перестать потакать сиюминутным слабостям. Вас на этой неделе ждет проверка на прочность, и счастье будет тому, кто ее пройдет. Карта Верховная Жрица подсказывает, что пришло время прислушиваться к своему внутреннему голосу и прекратить торопить события. А вот Аркан Правосудия призывает представителей знака быть честными и сохранять непредвзятость во всем. Следите за каждым своим словом, ведь оступившись сейчас придется. Долго расхлебывать последствия ошибок. Лев. Карта Умеренность говорит львам о важности сосредоточиться на поставленных заданиях и выполнять нужную работу без лишней спешки. Когда вы найдете золотую середину, у вас все начнет получаться. Аркан Луна предупреждает представителей знака, что в достижении новых успехов вам могут помешать страхи и опасения. Но бояться не стоит, чтобы не отдалить намеченные цели. Карта Отшельник призывает вас найти время для. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Пичкайт, размышлений и отдыха. Таким способом вы сможете на время выпасть из дел, но использовать его для того, чтобы обдумать дальнейшие планы и вернуться к их воплощению с дополнительным энтузиазмом. Дева. Карта Мир укажет девам на благоприятное развитие событий. Ваша цель близка и достичь ее получится за короткое время, при этом не следует гоняться за иллюзиями и сконцентрироваться на реальных задачах. А вот карта Дьявол указывает, что в середине недели деву ждут. Испытания. События будут развиваться неблагоприятно для вас, но только если вы подадитесь прихотям и сиюминутным желаниям. Аркан Луна указывает на страхи и опасения, которые будут вам очень мешать. Боритесь с ними, дабы не казаться в плен собственных заблуждений. Весы. Аркан и Ерофант сулит весам большие успехи уже в начале недели. Но при условии, что вы будете добродетельными, поступать будете честно и не размениваться на мелочи. Если вы задействуете свои лучшие качества, успех не заставит себя ждать. По карте Дьявол вам доведется бороться с соблазнами. А вот Аркан, влюбленный, говорит о необходимости сделать выбор в пользу развития. Вам предстоит совершить прорыв в делах и личной жизни. При этом полагаться нужно на собственные ощущения. Скорпион. По карте Солнца Скорпионов ждет отличное начало недели. Она указывает на отсутствие помех и возможность реализовать самые смелые планы. Карта Иерафант призывает вас следовать по выбранному пути и заниматься осознанным трудом, не отвлекаясь. Такая тактика поможет успешно завершить первый летний месяц и начать июль с новых достижений. Карта Повешенной говорит о необходимости искать пути развития, и если встретите преграды, не штурмуйте их, теряя силы, а находите новые способы для преодоления трудностей. Стрелец. Карта Солнца откроет неделю, суля вам прекрасные возможности. Стрельцы смогут достичь успехов, если будут смотреть в будущее с оптимизмом и не станут опускать рук. Умеренность в раскладе, карта, призывающая вас не спешить. Поэтому Аркану нельзя принимать скоропалительные решения и торопить события, чтобы не упустить значимые детали. По карте Суд Стрельцы смогут освободиться от трудностей, совершить прорыв и завоевать доверие окружающих. Аркан говорит о возможности завершить тянущиеся из прошлого дела в короткий срок, если не лениться. Козерог. Карта Башня указывает на неизбежные перемены, и Козероги больше не смогут от них скрываться. Они приведут к лучшему, если не сопротивляться и дать событиям произойти. По карте Колесо Фортуны Козероги будут находиться в эпицентре событий, не все из которых будут понятны. Вам следует плыть по течению, не забывая подмечать детали, чтобы в нужный момент приступить к активным действиям. По аркану Император Козероги смогут обрести отменную репутацию и завоевать новые. Вершины. Водолей. Карта Иерофант говорит представителям знака, что настало время определиться с планами, перестать тратить время впустую и начать работать на собственное процветание. По аркану Сила вам важно поймать настрой на оптимистическую волну, дабы временные неурядицы не смогли вас выбить из колеи. Не откладывайте дела в долгий ящик и успех вам обеспечен. Карта Колесо Фортуны говорит, что вы сможете сорвать куш, но нужно внимательно следить за ходом событий и не принимать опрометчивые решения. Рыбы. Неделю открывает аркан умеренность, который призывает рыб не спешить, экономить силы, и тогда никакие временные трудности вам не страшны, а результат оправдает все ожидания. Солнце – карта победы и триумфа, которая поможет рыбам поставить точку в сложном деле и даже отдохнуть после активной работы. Карта Влюбленные сулит рыбам необходимо сделать выбор. Вам доведется определиться с дальнейшими целями, прислушаться к себе, чтобы найти свой путь к успеху. Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым начало июля 2021 принесет невероятную денежную удачу. Также мы писали про знаки Зодиака, для которых самым счастливым временем станет конец июня.